Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, скульптуры. Томас Хадсон, Маргарет, леди Оксенден. Около 1756 года, хвост масла 126 на 102. Во второй половине 18 века в Англии активно развивался жанр светского портрета. Традиции, заложенные веком ранее фламандским живописцем Ван Дейком, работавшим при дворе Якова I и Карлов I, продолжились в творчестве многих художников-портретистов, среди которых наиболее широкую популярность получили Томас Гейнсвора и Джошуа Рейнольдс. Томас Хадсон был их старшим современником и учителем Джошуа Рейнольдса. Как и большинство английских творцов той эпохи, Хадсон специализировался на написании портретов высокопоставленных людей. Героиня представленной картины, леди Оксенден, принадлежала к семейству баронетов. Это особый наследуемый титул, который выдавался британской короной 17 века по рангу, находившейся между бароном и рыцарем. Супруга баронета, по аналогии с избранницей рыцаря, носила звание дамы. Хадсон придает изображению Маргарет должное величие и достоинство, всенепременно присущие женщине с таким высоким социальным статусом. Как и многие другие английские портретисты, автор не пытается приукрасить внешность своей модели, но с тщательным вниманием и неоспоримым мастерством выписывает подтверждающие высокое положение в обществе детали, одежду, аксессуары и драгоценности. Ну вот такое описание к работе Томаса Хадсона Маргарет, леди Оксенден я нашел в интернете. Текст по книге Великий музей мира. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.